Check these words. Проверь эти слова. Look for – искать. Shine – сиять, блестеть. Soft – мягкий. Upset – огорчать. Герберт Welles was a famous English science fiction writer. Герберт Welles был известным английским писателем-фантастом. Его самые известные книги включают «Человек-невидимка», «Война миров» и «Первые люди на Луне». В своем первом рассказе «Машина времени» умный изобретатель строит машину, которая может путешествовать во времени. Он посещает будущее и переживает много странных приключений. Затем в один прекрасный день путешественник во времени не может найти свою машину времени. Машина времени Я чувствовал, что схожу с ума. Я бегал вокруг, натыкаясь на кусты. Плача и крича, я пошел к большому каменному зданию. Внутри было очень темно. Я нашел зал, в котором спали маленькие люди. Я разбудил их и крикнул «Где моя машина времени?». Некоторые из них громко смеялись, но большинство из них были напуганы. Нехорошо было их расстраивать. Поэтому я быстро выбежал на улицу. Я очень волновался. В течение нескольких часов я искал свою машину времени. Наконец, я так устал, что заснул на земле. Когда я проснулся, рядом со мной на траве сидели птицы. Теперь я был спокойнее. Но что, если я не смогу найти машину времени? Я мог бы остаться там и построить другую машину времени. Но это было бы утомительно. Продолжение следует... Продолжение следует... Я решила смотреть окрестности. Я нашел старый дом и зашел внутрь. Было очень темно. Я плохо видел. Внезапно я остановился. В доме кто-то был. Я мог видеть, как глаза сияют в темноте. Я протянул руку и коснулся чего-то мягкого. Глаза отвели взгляд. И что-то серое быстро пробежало мимо меня. Оно было похоже на обезьяну. С красными глазами и длинными руками. Я осторожно последовал за существом. Прочитай текст и поставь события в том порядке, как они происходили. Путешественник во времени вошел в большое каменное здание. Он разбудил маленьких людей, потому что он не мог найти машину времени. Он пошел и искал машину времени. Он последовал за существом. Странно выглядевшее существо появилось. Он проснулся на земле. Он проснулся и пошел в старый дом. Он проснулся на земле. 5. He fell asleep on the ground 6. He woke up and went into a old house 7. A strange-looking creature appeared 8. He followed the creature 3. Look at the bold words which describe how someone feels Посмотри на слова, выделенные жирным шрифтом какие из них описывают чувства людей The words scared, worried and tired describe how someone feels Scared – это напуганный Worried – взволнованный Tired – уставший Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok